Сейчас бы вам хотел рассказать историю о футляре. Футляр от зубной щетки, наш, рабочий крестьянской Красной Армии, полагался всем воинам, независимо от рода войск и воинской принадлежности, то есть рядовой состав, офицерский состав. Футляр был этот найден в 2015 году на вахте на территории Киршевского района Ленинградской области. С бойцом больше мы не смогли обнаружить никаких личных вещей, ну, не считая фляжки. И вот этот футляр, он был без зубной щетки. Необычное действие произошло только в 2018 году. В 2015 году мы его, приехав с вахты, мы положили его в витрину нашего, нашей экспозиции. А в 2018 году начали замечать, что витрина стала запотевать. И даже я бы сказал, что не запотевать, а становилось стекло с обратной стороны, с внутренней стороны. Она становилась жирной. И сей факт, наверное, нас немножко удивил, но мы сразу не придали значения. Мы первый раз вытерли, подумали, что, может быть, испачкалось стекло от чего-то. Может, мы где-то чем-то задели. Мы всю витрину протерли. Вроде никаких разводин, пятен никаких не было. И неделю через две мы начали замечать, что опять начало проявляться масляное, какое-то не масляное, даже жирное какое-то пятно, непонятная субстанция, которую выделял именно вот этот футляр. В данный тубус вкладывалась вот такая обычная зубная щетка. Сегодня она, конечно, выглядит немножко необычно, если я сравнивать с щеткой сегодняшней, современной. Здесь большой ворс, причем настолько большой, что дети обычно на экскурсии говорят, что это не зубная щетка, а это щетка для того, чтобы чистить обувь. Ну, наверное, отчасти и я соглашусь с этим, что для зубов довольно-таки внушительный ворс. Но на тот период, используя зубной порошок, данная щетка была эффективна. Не часто встречаем у солдат щетки. Где-то, если взять статистику, где-то на 100 солдат, наверное, 5-8 щеток всего находят. Может быть, солдаты не брали с собой, чтобы не иметь лишний вес. Может быть, им просто их не выдавали в каких-то условиях. Но зубная щетка на фронте, наверное, тоже элемент гигиенического набора, который был и включал в себя как тубус, футляр от зубной щетки, так и коробочку для переноса зубного порошка и мыльницу. Так называемый и в простонародье рыльно-мыльный набор. Про футляр от зубной щетки хотелось бы, наверное, сказать, что много экспонатов, много необычного. Но такой футляр, который всем видом показывает, что тот человек, который был владельцем этого футляра, хоть мы и не знаем его имени, может быть, он был каким-то священным служителем, может быть, он был обычным человеком, учителем, врачом. Но сам факт мироточения, сам факт удивляет не только нас, но и всех посетителей музея и обычных людей, которые видят все это наивно.